Пока мы помогаем уменьшить распространение коронавируса, соблюдая простейшие меры предосторожности, врачи сражаются с инфекцией на передовой. Рабочая нагрузка у них выросла колоссально. В первую очередь нагрузка пала на участковых терапевтов, участковых медицинских сестер, медсестер процедурных, которые занимаются забором мазков на дому. Поскольку большую часть помощи нужно оказывать на дому, то, безусловно, это требует большой самоотдачи от всех сотрудников. В поликлинике приняты максимальные меры предосторожности. Это заметно еще с порога. На входе медработники с помощью бесконтактного термометра измеряют температуру. На всех этажах установлены рециркуляторы воздуха, которые допускают присутствие людей в помещении во время обеззараживания. Все поверхности обрабатываются ДЭС-средствами каждые два часа. Работа учреждения организована так, чтобы потоки пациентов с признаками ОРВИ не пересекались с остальными. Центральный вход предназначен для пациентов без признаков вирусных заболеваний, которые посещают поликлинику по какой-то другой причине. Если пациенты ощущают некое недомогание, которое может быть расценено так, как признаки вирусной инфекции, и они вдруг не вызвали врача на дом, а пришли в поликлинику, для них организован вход со стороны инфекционного блока. Это со стороны зернова 68 здания. Там ведет прием врач по оказанию неотложной помощи, который работает с 7 утра до 7 вечера без предварительной записи, и может принять этих пациентов. И третий вход боковой со стороны Симашка, дома Симашка 4, отдельный вход, который мы организовали для пациенток женской консультации, которых мы тоже, безусловно, оберегаем. В поликлинике принимают все меры, чтобы минимизировать риски, и даже некоторые услуги оказывают теперь дистанционно. Среди наших пациентов очень много федеральных и региональных льготников, то есть лиц, которые получают льготные лекарственные средства по специальным рецептам. Раньше эти пациенты ежемесячно должны были прийти на прием к врачу, и чтобы выписать лекарства. Во-первых, сейчас разрешено выписывать эти лекарства сразу же на более длительный срок, чем месяц, на два, на три месяца в ряде случаев, некоторые все-таки на месяц. Но пациенты могут обратиться за выпиской этих лекарств дистанционно по телефону. Участковые терапевты теперь выполняют не только привычную работу, но еще и дистанционно через телефонные звонки контролируют состояние здоровья людей, находящихся на карантине, и в составе специальной бригады выезжают на дом, чтобы оказать помощь больным коронавирусной инфекцией. Вся помощь коронавирусным пациентам, а также контактным с ними лицами от первого до последнего дня оказывается исключительно на дому. Врач их осматривает на дому, маски забираются на дому. При необходимости контрольных анализов это делается, или КГ, или еще каких-то манипуляций делается на дому. Если пациенту в связи с изменением состояния требуется проведение компьютерной томографии для исключения пневмонии ковидной, то врач организует выезд специальной бригады скорой помощи, которую пациенты забирают из дома, отвозят на компьютерную томографию и возвращают обратно, с тем, чтобы он ни с кем больше не контактировал. Эти ребята тоже на боевом посту 24 на 7. Медики станции скорой помощи готовы приехать на вызов и днем, и ночью. В пик пандемии врачи скорой помощи работали сутками. Сейчас смена длится 12 часов. При этом за сутки одна бригада может отправиться на вызов около 20 раз. Несчастные случаи, ДТП, заболевания сердца, травмы. Но больше всего вызовов, конечно, связано с вирусной инфекцией. Как признаются врачи, некоторые вызывают скорую не столько из-за плохого самочувствия, сколько из-за страха, что у них может быть коронавирус. Сложно объяснить людям, что они должны соблюдать спокойствие. Чувство страха, появившееся, с ним нам бороться очень сложно, потому что объяснить людям не получается. А когда приезжаем на вызов, то, оказывается, ничего страшного и нет. Обычное течение, даже легкое иногда течение. Сейчас, в период пандемии, работу сотрудников скорой помощи невозможно недооценить. Они ежедневно контактируют с людьми, зараженными COVID-19. Поэтому меры предостороженности у бригад скорой помощи серьезные. Они одеваются в сменные халаты. После каждого вызова, обслуженного по вирусной инфекции, халат с сотрудника снимается. Меняется маска, меняются перчатки, меняется головной убор. То есть сотрудники защищают себя и защищают жителей города, тех, кому они поехали на следующий вызов. Здесь мы подвергаем дезинфекции всю нашу одежду. Та, которая должна обрабатываться в стирке, она уходит в прачечную. Там дополнительно еще обработка идет. Недостатка в средствах спецзащиты нет. Руководство внимательно следит за этим. К тому же, большую поддержку оказывает Федеральный ядерный центр ВНЕФ. Отделению скорой помощи они помогли приобрести многоразовую амуницию. Борьба с распространением коронавируса длится уже более полугода. И за это время ни один врач даже не подумал отказаться от своей работы. Все, что они просят, это сохранять спокойствие, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.